здравствуйте мы с вами продолжаем изучение шахматных основ урок восьмой вновь скажу о трудностях которые возникают у начинающих шахматистов а именно неумению поставить мат одинокому королю соперника при имеющейся значительно материальном перевесе если вам попадется упорный соперник не желающий сдаваться в явно проигрышной партии партия может закончиться ничьи несмотря на наличие у вас перевеса сегодня расскажу вам о мать одинокому королю ферзем при поддержке короля начнем так мы рассматриваем мат королю ферзем одинокому королю или так называемому голому как часто говорится что в общем то одно и то же с помощью короля ферзя такая позиция может сложиться если белые проведут концу партии проходную пешку которая превратится в ферзя остается поставить мат короля противника ферзь это самая сильная фигура она может самостоятельно сама оттеснить короля на край доски так как план у нас остается тем же самым что и предыдущем уроке оттеснить черного короля на край доски в центре доски поставить мат ферзем и королем невозможно таким образом король черных для получения мата должен быть однозначно оттеснен краю доски либо в угол край может быть любой как горизонтали первое либо восьмая либо вертикаль а или аж самый простой способ самый быстрый поставить мат королю черных это с помощью ферзя и короля однако мы будем рассматривать вариант когда король черных оттесняется с помощью одного ферзя это самый простой главный надежный способ у него есть несомненно свои опасности которых я расскажу вам позже а пока постепенно прижимаем короля черных ферзь b5 отрезая короля англии горизонтали с 5 по 8 отрезает по вертикали по линии c линии b король никогда не может напасть на ферзя потому что не имеет не имеет права становиться под удар набитое поле ферзем поэтому он вынужден постепенно подходить от ферзя а ферзь соответственно его постепенно прижимает какой-либо линии вертикальной либо горизонтальной постепенно уменьшая жизненное пространство короля пока мы не нуждаемся в нашем короле он нас подключится самом конце когда король черных уже будет прижат крайней линии и так король d3 ферзь b4 главное не подставить ферзя под удар если король черных подойти под удар ферзя не может то ферзь может легко подставиться королю постепенно уменьшаем пространство короля но не подставляем ферзя король е3 ферзь и 4 медленно но верно и надежно мы прижимаем короля черных его жизненное пространство становится все меньше и меньше у короля все меньше полей для отхода король f2 ферзь d3 король же 2 версии 3 король h1 и вот этот момент опасен для белых его нужно хорошо запомнить именно вот такую позицию и не сделать не допустить ошибку здесь очень легко белыми свести партию партию в ничью пока мы оттесняли короля ничего не боясь когда король черных находится в углу было бы грубой поставить было бы грубой ошибкой пойти ферзем на f2 либо на g3 в этом случае ферзь белых отнимает у короля черных последние поля возможного отхода здесь проблема заключается в том что мы не даем королю черных шаха в этот момент при этом ходить ему некуда если нет шаха нет и мата это положение называется под или патовое положение так как мы отняли у короля все возможные поля отхода при этом не дали ему шах под является ничьей наш противник будет смеяться над нами что мы имея такой перевес свели партию в ничью итак пад когда королю некуда ходить если он одинокий но при этом шаха ему нет важно это запомнить и не допускать такой ситуации точно такая же ситуация может возникнуть приходе ферзем на g3 абсолютно такая же такую ошибку допускать нельзя мы можем смело оттеснять короля до края доски но когда он забирается в угол мы должны быть крайне внимательны чтобы не свести партию в ничью правильный ход данной ситуации ферзь е2 мы отнимаем у короля предпоследний горизонталь второе но оставляем его при этом одно поле для отхода g1 и когда есть куда пойти короля черных то это уже не является патом он может сыграть же один следующим h1 опять же один и так ты переходя с одной клетки на другую до того момента пока наш король не подойдет на помощь нашему ферзю и так пришел тот момент когда ферзь исчерпал свои возможности ограничил жизненное пространство черного короля до минимума но мат в одиночку он поставить не может ему нужна помощь и поддержка своего короля и так мы начинаем подтягивать своего короля черных только две возможности король h1 повторюсь король g1 то есть наш король подходит король черных просто переходит с одной клетки на другую итак король g1 король g3 король становится напротив непосредственной близости от короля противника и после короля h1 можно ставить мат под защитой короля представляем ферзя на g2 это шах и мат король черных не может отойти и не может забрать ферзя так как он прикрыт королем ферзь а2 h2 тоже является матом потому что ферзь здесь защищен королем и король не может побить ферзя повторяюсь еще раз так как не может стать под удар короля король в принципе не может становиться под удары фигур противника в том числе короля также мат ферзь f1 король держит второй горизонталь поля g2 и h2 а ферзь шахует и отнимает поле g1 также мат ферзь e1 ферзь d1 также мат ферзь мог бы поставить сейчас мат став на любую поле первой горизонтали отнимая при этом отход возможно на g1 по первой горизонтали а король отнимает поля g2 и h2 на второй горизонтали повторюсь этот метод не самый быстрый но он надежный спокойный и надежный главное не сделать ошибку еще раз повторяюсь и сделать ошибку не пойти в подобной ситуации на f2 либо на g3 по инерции легко сюда можно пойти оттесняя короля наш ход за ходом и потом сделать еще один ход неправильный напомню ферзь e2 ход правильный оставить королю одно единственное поле для отхода то есть оттесняем короля с помощью только ферзя это самый надежный способ мы легко можем оттеснить его одним ферзем и не дать ему пата при внимательной игре после чего подвести своего короля и поставить мат еще раз повторюсь есть метод когда белый сразу начинает приближать короля ферзем и королем одновременно это этот способ несколько быстрее но как мне кажется вот этот метод который я показал вам сегодня наиболее легкий для изучения прошу вас пересмотреть этот видеоролик еще несколько раз тренироваться с друзьями или родственниками в постановке мата ферзем тогда вы легко сможете поставить мат сопернику при наличии у вас лишнего ферзя и не свести в ничью партию что согласитесь было бы обидно и даже стыдно на следующем уроке расскажу вам о более сложном мате одинокому королю ладьей всего вам доброго